О том, что в стране ведут дифференцированные тарифы по объемам потребления воды, говорили давно. Это делается для повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к экономии. 15 февраля правила их ввода вступили в Казахстане в силу. Заявку на новые тарифы одни из первых подали представители Кустанайсу. Согласно им, кустанайцев физические лица разделили на четыре группы. Первая группа с потреблением до трех кубов в месяц. Вторая группа с потреблением от трех до пяти кубов в месяц. При этом потребление будет зависеть от количества проживающих. То есть сколько человек прописано, соответственно, свыше трех, если, допустим, два человека прописано, данные люди потребляют шесть кубометров. Соответственно, они входят в первую группу. Если же они потребляют семь кубометров, то шесть кубометров будет считаться по 98 тенге, а один кубометр будет считаться уже по 117 тенге. Эти цифры руководитель отдела называет без учета налога на добавленную стоимость, а это еще плюс 12% к озвученным данным. То есть не 98 тенге, а 108, и не 117 тенге, а 129 тенге. Что касается третьей категории, а это потребляющие от 5 до 10 кубов, то у них куб будет стоить 160 тенге с НДС. А те, кто потребляет свыше 10 кубов, цена вырастет до 200 тенге. Сейчас все физические лица в Кусаная платят за воду 98 тенге за куб. А для юридических лиц дифференциацию не ввели. Они оплачивают за куб сейчас в среднем 300 тенге. Они платят по приборам учетом, либо же если прибор учета выпадает на поверку, то они платят по нагрузке. То есть при заключении договора абонентская плата субъекта сеть монополий рассчитывает какое потребление. То есть это так же по аналогии, как и со светом, с электрической энергией. То есть смотрят диаметр трубы, протяженность. Соответственно, на основании таких расчетов юридические лица оплачивают свои услуги. Почему не вводится для юрлиц, это требует дополнительных доработок. То есть, как вы знаете, что есть промышленные предприятия, которые нет возможности экономить. То есть у них производственный цикл требует определенного количества воды. В этой связи здесь необходимо индивидуально, мне кажется, подходить. Кстати, за канализацию тарифы также вырастут в той же пропорции. Выходишь за лимит, оплачиваешь сливающиеся кубы дороже, в среднем на 17%. Эти тарифы вводятся в действие в Кустанай уже с 1 марта. Помимо этого, заявки на дифференцированные тарифы подали еще предприятия Рудного, то было Аркалыка. В этих городах, отметили в департаменте по регулированию естественных монополий, новые тарифы, скорее всего, вступят в силу уже до начала апреля. Алжаси Синжигитов, Валерий Тощев и Татьяна Калюжная, РТН.